Всем привет, я Макс. И сегодня у нас на обзоре вот такой вот планшет Huawei MatePad 11. Главное, что стоит знать о данном планшете, это то, что он работает на операционной системе от Huawei, а также в нем нету сим-карты. Ну а также данный планшет мне предоставил магазин Player.ru. На него ссылка, конечно же, в описании. Переходите. Ну а более подробно о планшете смотрите видео и досмотрите его до конца. Вы узнаете о нем много чего интересного. Начнем, как обычно, с комплекта планшета. Здесь все обычное. Это планшет, зарядник на 22,5 ватта, провод и скрепка для лотка. Хотелось бы, конечно, чтобы в комплекте еще имелся чехол, допустим, для переноса планшета куда-либо. А также стилус. В комплекте его тоже здесь нету. Это неудивительно, потому что данный стилус стоит недешево, 7000 рублей. Но кто рисует, вероятно, купит его отдельно. Дальше, что по планшету. Из того, что я могу отметить, так это то, что он легкий, тонкий и элегантный. Как по мне, конечно же. Вес планшета составил 485 грамм. Размеры 16,5 сантиметров на 25, а толщина 7,2 миллиметра. Камера чуть выпирают сзади. Корпус пластиковый, ну, мне лично понравился. Он не маркий. Цвет здесь матовый. На тыльной стороне, кроме названия и камеры, со вспышкой больше ничего нету. На лицевой поверхности такая же история. Это экран с небольшой рамкой и фронтальная камера. Ну вот, по краям расположились у нас целых 4 динамика и 4 микрофона. Но, отмечу, что данный планшет прям сильно выделяется своим звуком без наушников. Динамики тут непростые от компании Hermann Cardone. И звучат они, поверьте на слово, как хорошая портативная колонка. Да, вероятно, небольшая, но очень хорошая. Да, конечно, если у вас есть дома музыкальная система или хороший крупный динамик, разница, конечно же, будет. Но от мобильного устройства ты точно не ожидаешь такой громкости, басистости и глубокого звука. Дальше. Также нельзя забыть про экран. А разрешение тут, кстати, 2560 на 1600 точек, а размер 11 дюймов. Также имеется поддержка 120 Гц, что пригодится при просмотре видео, либо тех же играх. А также поддерживается профессиональный охват цвета DCI-P3. Ну, что касается производительности, тут, благо, всё в порядке у планшета. Работает он на одном из топовых процессоров Snapdragon 865. Моя версия имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Также имеется поддержка карт памяти. Ну, и поддерживает быструю основную память UFC 3.1. А также в тестах показывает, конечно же, высокие результаты. К примеру, в Antutu чуть более 600 тысяч. Но главное в планшете это его, так сказать, особенности. Он работает на операционной системе от компании Huawei, чем, естественно, отпугивает людей, так как никто не понимает, что от неё ожидать. Называется она, кстати, Harmony OS 2.0. Так вот, это, по сути, тот же самый Android без Google сервисов. Поддерживает все APK файлы без проблем, ставится всё, что угодно. А также я сюда и установил и Google сервисы. Всё работает, не надо ничего прошивать, кому-то ходить. Просто устанавливаешь приложение через маркеты от Huawei. А также и другой маркет APK Puri. Так вот, работает система здесь быстро, лагов я не заметил. Мне всё понравилось. Просто может показаться непривычно сама система. Но как устанавливаешь все нужные приложения, которыми пользуешься, всё встаёт на свои места. И дискомфорта здесь нет. Единственное, немного надо привыкнуть к навигации устройства. Но это дело одного-двух дней. Расскажу про игры коротко. На планшете всё, пожалуй, сможет запуститься. Любая игра. Сегодня, по крайней мере. Например, от танков и до самого Fortnite. Всё работает отлично. Есть, может, небольшие лаги в Fortnite, но очень маленькие. И мне в целом было удобно играть без жойстика. Так планшет лёгкий и тонкий. Удобно держать. Что касается работы на планшете, как я и говорил ранее, для него имеется специальный стилус. Если вы художник, конечно же, вы его купите. И данный планшет вам отлично подойдёт, потому что он быстрый. По художеству, думаю, всё ясно. Планшет подойдёт отлично. А что насчёт другого, других рабочих приложений. Я поковырялся. И, к примеру, данный планшет может открывать 3D-проекты, если кому-то это может пригодиться сегодня. Может она проверять почту, читать, смотреть документы, серфить браузер, соцсети, всё что угодно. А главное, очень доступно и быстро. Для чего применять данный планшет, это уже виднее вам. Главное, что мощность и оптимизация позволяют вам выполнять любую идею в жизни. Да, также стоит сказать, в планшете нет разъёма для наушников или ещё каких-то других разъёмов, кроме одного. Это USB Type-C. Я лично подключал к нему USB-хаб и проверил мышку, флешку, зарядник. Всё это работает и отдельно, и вместе. Также подключил к планшету я и интернет-провод. Прямо от роутера. Не знаю, зачем это может кому-то понадобиться, но вот подключив его. Правда, вот мне не понравилось то, что уведомлений локального интернета никаких на экране нету. По крайней мере, в данной версии операционки. Но интернет точно имеется и не через Wi-Fi. Также, что можно подключить через хаб, это HDMI-провод. Для чего нам это может понадобиться? Ну, например, работать на большом дисплее. Или просто поиграть. Или посмотреть фильмы. Это можно здесь реализовать. Это самое главное. Что ещё стоит отметить? Планшет без сим-карты. Но тут есть GPS. Работает он, конечно, так себе. Я проверил. В помещении прям очень плохо находят спутники. А также стоит отметить наличие Wi-Fi 6. Как раз для быстрого интернета. Это очень многим нужно. И все спрашивают про Wi-Fi 6. Он здесь имеется. Ну и про автономность стоит сказать. Аккумулятор здесь средний для планшета. Но всё же ёмкость достаточная. 7250 мА. Также есть быстрая зарядка. Ну, для работы планшета, лично из моих наблюдений, его хватает на 6 часов. По крайней мере, на 6 часов их точно хватит для моих тестов. Да, единственное, что я не рассказал выше, это про камеру. Ну, про неё точно особо не стоит говорить. Это же планшет. Она тут есть. Основной модуль на 13 мегапикселей. Фронтальный модуль на 8. Да, снимает она чётко. Я бы сказал, даже неплохо. Чёткие снимки с правильным балансом белого. Видео, кстати, пишет вплоть до 4К. Стабилизации здесь, конечно же, нет. Фронтальная камера вам также может пригодиться для скайпа и других соцсетей. Ну и снимает она тоже неплохо. Вот, кстати, примеры фотографий и видео с данной камеры. Как с основной, так и с фронтальной вы можете увидеть на экране данного видео. Тест видеокамеры фронтальной смартфона, то есть планшета Huawei. А также тест звука и стабилизации. Ну и подведём итоги. Сразу перейду к минусам. Хотя я бы так и не сказал, но для многих это отсутствие сим-карты является минусом. Пожалуй, на этом из минусов я больше ничего не могу отметить. Из плюсов отмечу офигенный звук из динамиков. Экран, да, он отличный. Яркий, большой. Рамки маленькие. Одно удовольствие пользоваться. Ну и скорость работы очень хорошая. Для чего подходит данный планшет? Вот, да, для многого. Как для детей, так и для работы. Но опять же, для детей он дороговат. Но если вы можете его купить, любя ребёнку, пожалуйста. За 32 тысячи покупайте его. Но я полагаю, всё же он был бы больше семейным планшетом. Либо кто-то его купил бы для себя и работы, и отдыха. Полностью рабочим назвать планшеты вообще в целом сегодня на андроиде я не могу. Но, как помощник, это очень интересная вещь. Я вот что скажу из личного опыта. Для меня данный планшет в использовании видится следующим образом. Для работы это проверять в соцсети удобно. Да, большой дисплей. Быстро включил, быстро зашёл, проверил работу, ответил на ваши комментарии. Дальше данный планшет можно порисовать. Особенно был бы стилус, но я забыл его заказать. А рисовать, да, на нём действительно удобно и быстро. Для развлечения я бы лично использовал его как для просмотра YouTube и поиграть в некоторые игры. Вполне удобно, мне понравилось. Ещё и частота обновления экрана 120 Гц. Особенно привлекает его звук из динамиков. Это просто радость для ушей. Такие приятные мягкие басы очень непривычно от мобильного устройства слышать такое. Всё-таки 4К лунки от Harman Kardon это офигенная вещь. Также из того, чем бы пользовался в данном планшете лично я, конечно же читал на нём. Это очень удобно. Если у вас нет электронной книги. Включил бы защиту для зрения и читал бы спокойно. Хотя, я отмечу, в данном планшете имеется защита от зрения уже встроенная. Без каких-либо зажелтений экрана. И он, конечно же, лёгкий, что мне очень понравилось. Ну а на этом всё. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео про данный планшет. И он вам тоже понравился. Это очень хорошо. Обязательно нажмите лайк и подпишитесь на канал. Чтобы не пропускать свежие видео на канале. Удачи всем, пока. И, конечно же, не болейте.